Микрорайон сортировка в числе наиболее пострадавших. Первый вице-губернатор обошел дворы, куда пришла большая вода, и поинтересовался у туапсинцев, как справлялись с непогодой. Председатели ТОСов рассказали, что была оказана своевременная помощь со стороны сотрудников МЧС и местной власти. Мы благодарим, конечно, за какое-нибудь счастье у нас, но у нас быстро все отреагировали. Все были счастливы. Большое спасибо. И сегодня утром все уже в 8 часов работали. Все оповещали. И вот плава вчера был. И всем, и питанием, и людей в гостинице разместили. Действительно, сегодня беда нас многому научила. Мы уже в рамках требований губернатора очень много провели тренировок. Поэтому все, что связано с эвакуацией, с варительностью оценки ситуации, здесь уже, можно сказать, все правильно. Сейчас вот останавливаются электричества, водопроводы, дороги. Сейчас район приводят в порядок специальные службы. Тяжелая техника расчищает улицы от заносов, ила и грязи. На пострадавших территориях работает штаб по ликвидации последствий стихии. Туда обращаются люди, которым требуется помощь. Там же организованы пункты питания. Достаточно эффективно работают энергетики. На сегодняшний день более шести бригад уже находятся в ТОПСе, две еще на подъезде. Мы рассчитываем, что в течение суток жители получат положенную электроэнергию. Мы в ближайшее время восстановим дорожное покрытие пострадавших улиц. Очень высокий уровень организации работы и службы КЧС Туапсинского района. Наши главы города, его заместители, службы МЧС. Всего, по предварительным данным, в Туапсинском районе повреждено около 200 домовладений. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.